У нас снова выходные, манящая вперед дорога, первые лучи солнца, спящие, свернувшись клубочками на сиденьях автомобиля дети и любимые горы. Мы продолжаем наше путешествие по Дагестану. Сегодня мы покажем вам один из самых красивых водопадов России. Узнаем, что туристы думают о нашей республике. Побываем в поражающей воображении каменной чаши. Посетим дом отца Расула Гамзатова. А еще вас ждут головокружительные виды, чаепитие в самых уютных местечках Хонзахского района и огромный заряд позитива от четырех наших маленьких путешественников. Мы проезжаем через самый длинный в России Гимринский тоннель, который соединяет Буйнакск и село Гимры. Четырехкилометровый тоннель расположен на глубине 900 метров. Этот темный каменный коридор, как портал, переносит нас в другой мир, где горы обнимают небо и где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю. Двигаемся вперед. Проезжаем Шемель-Калу. Это место всегда поражало меня своей контрастностью. Привычные нашему глазу городские многоэтажки на фоне диких отвесных скал и органайского водохранилища. Мне кажется, этим видом можно любоваться вечно. Проезжая мимо этих столиков с видом на зеркальную гладь воды, невозможно было не остановиться. Да и детям тоже нужно было немного размяться, чтобы дорога не была в тягость. Мы попили чай и насладились этим теплым осенним утром. Многие спрашивали, как дети переносят дорогу, особенно когда мы едем в горы. Переносят нормально, но лучше перестраховаться. И чтобы точно не укачало, советуем соблюдать некоторые правила. Например, не выезжайте с дома голодными. Перед путешествием постарайтесь хорошенько выспаться. По дороге не разрешайте детям смотреть мультфильмы или играть в телефон. Не допускайте, чтобы машине было душно. А мы отдохнули и готовы к приключениям. В этот раз у нас не было четкого маршрута, и мы до последнего сомневались, куда поедем. Высокогорный Сократль или не менее живописный Хунзах. После долгих сомнений мы решили своими глазами увидеть родину Расула Гамзатова и отправились в один из древнейших населенных пунктов Кавказа. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана, на живописном Хунзахском плато, на высоте 2000 метров над уровнем моря, в 140 километрах от Махачкалы. Ученые утверждают, что Хунзаху почти 2500 лет. Первое, что необходимо посмотреть в Хунзахе, это Табот, водопад на одноименной реке, в притоке Аварского Кайсу. Одной из самых ярких достопримечательностей Хунзаха, безусловно, можно назвать водопад Табот. Посмотрите на эту мощную струю воды, которая срывается со 100 метровой высоты и разбивается о землю над тысячи маленьких радужных капель. Говорят, что не менее красив Табот и зимой, когда суровые хунзахские морозы превращают его в царство льда. Водопад Табот – один из самых доступных на Кавказе. Чтобы попасть сюда, нужно преодолеть 500-метровый путь от Хунзахской крепости, располагающейся у села Арани. Зрелище, которое здесь открывается путешественникам, действительно завораживает. Ровное плато будто обрывается, словно здесь конец света, и с его вершины не спадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, прилетая мимо живописных скал. Водопад Табот – место охраняемое. Он считается уникальным природным памятником. Наиболее эффектно Табот выглядит в мае-июне, в период таяния снегов и максимальных осадков. Здешние неземные пейзажи поражают даже опытных путешественников. Эти ребята объездили уже множество стран, но и они отмечают особую притягательную энергетику города Дагестана. Я приехала из Сибири, из города Хан-Трансиско. Вообще Дагестан – это родина моих предков, у меня отец отсюда родом. Но сколько я не была в Дагестане в детстве, это всегда ограничивалось только поездкой на Хачкалу. Наконец-то в этом году я решила, что очень хочу сюда съездить, посмотреть из публики. Три раза пыталась попасть сюда, первый раз в апреле, но не получилось из-за начала пандемии, потом в июне то же самое, еще не закончился карантин. Вот сейчас мы буквально приехали на пару дней и вот активно путешествуем. Ага, где уже в Сибири-Поглаве? Вчера мы ездили в Гаор-Кахип, посетили Традасскую теснину. Вот, сегодня мы, ну это наша первая точка. Дальше вот мы еще хотим в Матлас ездить, ездить, смотреть Салтинский водокон. Какие в твоем впечатлении о Республике? Почему не хватает? Знаете, природа потрясающая. Я путешествую очень много. Ну, в России, наверное, не так много. Это у меня первый год, когда получилось. А так вообще, да, по миру я путешествую. Вижу и могу сказать, что Дегестан всегда может составить достойнейшую конкуренцию любым самым красивым локациям. Что можете посоветовать туристам, которые к нам собираются? Если вы думаете, ехать или не ехать, то обязательно ехать. Дегестан прекрасен, потрясающий. По крайней мере, в нашей жизни. Есть самых обязательных для посещения? Ну, я ехала сюда специально ради Гаора, ради Кахиба. Я считаю, что это прямо вот, это нереально, неописуемо. Это волшебное место, да. И, ну, этот водопад, таких водопадов я еще нигде не видела. Это очень необычно и это восхитительно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы до последнего сомневались, куда ехать. Или ехать в Сагратль, красивое тоже воскоборное селение. Или поехать в знаменитый Хунзах, где тоже мы еще ни разу не были. Вот сейчас мы в Хунзах. И я, конечно, не на минуту не шелела, что мы приехали сюда. Просто посмотрите на этот водопад. Орел! Орел! Орлы летают. Папа, а почему так высоко орлы летают? Орлы так высоко летают, потому что они ищут себе добычу. У них стопроцентное зрение, они очень хорошо видят. С большой высоты бывает видно, где зайчик бежит, где там кто прячется. Мы здесь присели на чью-то веранду уютного дома. Надеюсь, хозяева нас простят. Мы просто хотели отдохнуть и помечтать о том, как здесь прекрасно по вечерам сидеть, пить чай и смотреть на эти прекрасные водопады. Маршалла! Когда ты первый раз вывезла водопады, вот такие что-то почувствовали. Такие красивые водопады. Видела когда-нибудь в жизни что-нибудь подобное? Нет. Нет, правда. Мы рассмотрели табот со всех сторон и готовы ехать дальше. Еще одна наша цель – показать вам каменную чашу. Место, о котором до недавнего времени знали лишь хунзахцы. Сейчас притягивает сотни туристов. Становились сделать намаз, обетенный в такой маленькой мечети. Сделаем намаз, немножко отдохнем и потом отправимся дальше. Вода из родника, деревья, усыпанные спелыми яблоками, зеленая полянка с видом на минарет, грустные окна опустевших домов. Мне кажется, именно такие спонтанные остановки в совсем не туристических местах придают особый вкус путешествиям. Остановились перекусить в таком интересном месте. С одной стороны, старые такие же дома, которые, к сожалению, оставили хозяева, когда-то были, когда-то жили здесь люди. А с другой стороны, мечеть. Там вдалеке красивые зеленые хунзахские горы. Вроде бы ничего особенного, да? Обычная полянка перед чьим-то домом. Но настолько здесь все колоритно и настолько здесь приятно. Мы приближаемся к каменной чаше. По сторонам потрясающие виды. Конечно, хочется полюбоваться ими. Женей покоя, но мы попали на воскресенье. Очень, очень, очень. Ну, что делать? Я хочу сказать, что это каменная чаша вон там. Там такая щель, и это каменная чаша. И здесь хоть и солнце, но все равно и не жарко, и не холодно. И все много туристов. Да. Не забывайте, когда вы идете в горы, брать с собой воду. Я взяла ее, чтобы нам не захотелось пить. Здесь так красиво. Я же не буду смотреть. И вот эта сторона, и вон там. Это очень красиво. Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир. Теснина представляет из себя несколько сводчатых залов, переходящих один к другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Даже в летнюю жару здесь бывает очень прохладно. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в невероятную фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой. Длина теснины 90 метров, высота 30 метров, ширина 17 метров. Прогулка по каменной чаше особенно понравилась детям. Оказавшись здесь, они почувствовали себя героями приключенческого фильма. Меня это место так впечатляет. И у меня такое чувство, как будто бы я в сказку попала. Да, здесь очень красиво. Такие огромные камни. И сказочина. Покажи вот этот огромный камень и дерево. Говори. Что ты будешь говорить? Как тут красиво? А еще что тут? Мы вместе обошли все пещеры, перебрались по тропинке через болотистый участок и решили, что пора уже выбираться поближе к солнцу. Будете спускаться в это ущелье, обязательно оденитесь потеплее. А то, как и мы, быстро замерзнете. На обратном пути мы решили заехать на мемориальный комплекс Расула Гамзатова, посвященный его одноименному произведению «Серавли», которое так ярко отражает подвиг всего нашего народа против фашизма. Вот можете посмотреть, здесь есть таблички, на которые на каждой указано название села, число людей, которые ушли на фронт, и посмотрите, сколько людей не вернулись. Село Гоцатль, ушли на фронт 234, не вернулись 155, вернулись 155. Давайте вот, кто умер на Великой Отечественной войне, давайте за них сделаем один алхан и три улу. И вот, кто нас смотрит, тоже, пожалуйста, прочитайте. Давай, давай. Мемориальный комплекс «Белые жиравли» в Цада давно уже вышел за пределы границ, контуры которого в стихах обозначил Расул Камзатов. Этот памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свое Отечество, создан на родине двух великих поэтов – отца и сына – Расула Камзатова и Гамзата Цадасы. Приехать в Хунзах и не побывать в доме отца великого поэта Расула Камзатова – это, считаю, преступление. Поэтому сейчас мы вместе с вами посмотрим, как жил и трудился отец великого гения поэзии. Идемте посмотрим вместе. Дом-музей Гамзата Цадасы был открыт в 1967 году. Личные вещи поэта собирались и бережно хранились еще задолго до открытия музея. На сегодняшний день в фондах музея хранится более тысячи экспонатов, и все они связаны с его жизнью и творчеством. Здесь проживала до самой своей смерти супруга поэта. В этом доме очень часто останавливался и гостил знаменитый сын Гамзата Цадасы Расул. Среди музейных экспонатов большую часть занимают коллекции книг и фотографий. Это старинные рукописные издания, уникальнейшие арабские книги из личной библиотеки Гамзата Цадасы. Первый этаж дома сохранен как горская сакля с глинобитным полом с обмазкой из синей глины, глинобитным очагом и низкими втолками. Второй этаж отреставрирован в 1973 году. В кабинете поэта сохранились мебель и ковры, сотканные его супругой. Бурка, патефон, свадебный подарок старшему Сулу Магомеду и невестке Хузу. В углу одной из комнат лежит молитвенный коврик с надписью «Расул» и стоит деревянная подставка для чтения Корана. А с веранды на втором этаже открывается великолепный вид на окрестности. Наше сегодняшнее путешествие подходит к завершению. Дальше нам предстоит утомительная ночная дорога по горному серпантину. Но, как говорится, хватит думать о ямах на дороге. Наслаждайтесь приключением. Спасибо всем за просмотр и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok